Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. И мы продолжаем передачи, которые оценивают состояние нашего гражданского общества и нашего гражданского протеста. Того, собственно, феномена, которому всего года полтора, если рассматривать где-то с сентября-октября 2011 года, ну, даже, я думаю, с декабря, начиная с «Чистых прудов», «Сахаровой» и «Болотной», то есть массовое движение, которое так всколыхнуло Россию в 2012 году и, как кажется, пошло на спад в 2013. То есть мы пытаемся подвести итоги этого всего и сравнить с тем, что происходило, какие подобные движения происходили в мире. И вот здесь фонд «Мемориал», международный мемориал, общество «Мемориал» проводит цикл семинаров, цикл встреч, мировой опыт гражданских движений. И они смотрят, как это было в мире на протяжении последних 20-30 лет. Чешские диссиденты приезжали, рассказывали про хартию 77, приезжали американцы из Акупоя Уолл-стрита, американцы из Чикаго. И в том числе в рамках вот этого цикла встреч в «Мемориале» в Москве гостил президент фонда Стефана Батория, польский политолог и публицист Александр Смолер, который у нас сегодня в гостях. Здравствуйте. Добрый вечер, пан Смолер. Здесь нужно сказать, что у него такое сочетание достаточно уникальное. С одной стороны, опыта диссидента с 20-летним стажем. Он был представителем польской оппозиции в Париже в 70-е, 80-е годы, еще даже до того, как зародилась польская солидарность. И затем уже после 89-го года пан Смолер вернулся в Польшу и уже активно участвовал в работе новых польских правительств, был советником премьер-министра, советником президента, и сейчас тоже у него есть различные политические функции. И также в гостях у нас куратор культурных программ «Общество Мемориал» Александра Поливанова. Добрый вечер, Саша. Ну, вас сразу спрошу, я правильно, так сказать, осветил то, что вы пытаетесь сделать с гражданскими, показать мировой опыт гражданских движений? Ну, да, правильно, это цикл называется действительно «Мировой опыт гражданских движений», и это не, там, многие часто оговариваются, «Мировой опыт протестных движений», но на самом деле мы именно говорим о гражданских движениях, о каком-то таком пробуждении гражданского общества. Этот семинар мы проводим вместе с Левадо-центром, поэтому нас здесь всегда интересует и какая-то гражданская составляющая, но и некоторая все-таки академическая, социологическая, социологический анализ. И солидарность – это такой один из больших, что можно сказать, success stories, да? Да, солидарность была для нас именно такой success story, и для меня была просто большой загадкой, и вот поэтому пригласили. Ну, да. Александр, это солидарность, польский опыт солидарности – это исключение какое-то? Это такой типичный польский феномен, который нигде больше не может повториться? 10 миллионов человек, которые фактически перевернули страну на протяжении десятилетий, так скажем, как у нас сейчас называют, раскачивали лодку, раскачивали страну, добились своего, и фактически рухнул коммунистический режим, рухнул Восточный блок. Это уникальный случай? Это уникальный. И тоже в таком случае, что я не верю, что в Польше даже может повториться, что это зависело от многих факторов – исторических, социологических, экономических. Это, во-первых, это, конечно, это связано было с глубокой кризисом коммунистического режима в Польше, уже экономической, так не можно было ничего покупать в магазинах. Это было гораздо хуже, чем в других социалистических в это время странах. Потом была традиция тоже восстания в Польше, она в 18-19 веке, в 1944, в Варшавское восстание. И даже позже, во время польской, социалистической Польши, было много рабочих движений в 56-м, в 70-м, в 76-м, и потом в Солидарность в 80-м. Это и играло очень большую роль. И потом оппозиция, демократическая оппозиция, которая формировалась уже от 56-го года, но от 76-го года очень хорошо сорганизирована с программой. Программой реалистической, минималистической, но которая для всех, все принимали в каком-то смысле. И последний фактор, не буду, чтобы не говорить слишком долго, это тоже польская церковь, которая играла и играет важную роль в польской жизни. Ну, об этом мы еще поговорим отдельно. Вы знаете, вот меня здесь больше интересует то, что, вы говорите, опыт восстаний. И там и Костюшка, если вспомнить. Да, это первое, скажем, было сначала, да. И 1830-е, и 1831-е, и 1860-е. Ну, собственно, у нас в России вообще даже образ поляка такой какой-то ментежный, бунтарский. Как я помню, по-моему, где-то у Достоевского, что ли, какая-то. Да-да-да, конечно, конечно. Такой молодой, уже про какого-то поляка такой молодого. Не, очень часто не очень приятно писал о поляках. Ну, да, вот такой нынешний поляки 20-го века, они каким-то образом сообразуются вот с этим опытом, что вот Польша – это некий такой свободолюбивый... Это правда, но это не индивидуалистическая свобода, это не личность свобода, это коллективная свобода, поляки борются за народную независимость. Не, ну и лично, в Польше же не было крепостного права со времен Наполеона. Было в части, российской части до 63-го года. А, в российской, да. В российской части до 63-го года было. Так что это было, и это очень интересно теперь, много говорится об этом. Какие черты польской культуры зависят от этого бывшего, крестьянского бывшего. Но это изменилось всё-таки. Даже если в Польше, в социалистической Польше были разные движения, поляки от последнего восстания в 44-м году, когда Варшава была совсем разрушена, и когда 200 тысяч людей были убиты от этого времени, политическая культура, польская политическая культура изменяется. Поляки не хотят больше бороться. И потому тоже это имело очень большое влияние. Движение солидарности, это было пацифическое движение. Это против употребления, как это говорится на русском языке, силы. Против употребления сил. Боязнь восстания, боязнь крови, боязнь очень высокой цены играла очень большую роль в целой стратегии солидарности. То есть солидарность это такое непротивленческое, мирное движение. Сопротивление, но без употребления силы. Да, да, да. Без употребления силы. Да. Ну да, Саша, вот вы считаете, в том, что в Польше так успешно и так массово было это движение, какие-то еще исторические вещи сыграли роль? Я не знаю, может быть, та самая польская гордость, это понятие то, что, так сказать, Польша всегда себя какой-то особой частью империи представляла. Ну, я на самом деле не возьмусь так ответственно как-то это говорить, потому что, на самом деле, я, конечно, совершенно не исследовала никогда этот феномен, и у меня кроме каких-то общеобразовательных знаний нету совсем никаких. Ну, вот просто я, ну, так сложилась по жизненным обстоятельствам, что я довольно много бывала в Польше и жила периодически. Мне кажется, ну, вчера, кстати, на семинаре, вот, Пан очень, мне кажется, процитировал, я не могу сейчас вспомнить кого, и сказал, что да, есть экономические факторы, социальные факторы, там, религиозные, национальные, но вообще, если мое частное мнение, то это было просто чудо. Это Адам Михник сказал. А, это Михник сказал, да, извините, да, я не услышала. И, конечно, можно объяснять это рациональными способами, разными рациональными какими-то причинами, и действительно их очень много, и это целый комплекс. Но некоторый элемент чуда действительно есть, потому что, конечно, сейчас нельзя сказать, вот, я вижу, Польшу сейчас, 21 века, и нельзя сказать, что это какое-то инертное население, инертное общество. Нет, это вполне себе общество размышляющее, дебатирующее. Но представить себе действительно, что именно в этой стране вот 10 миллионов, это, понимаете, это треть, ну, как-то работоспособного, вот, если не считать детей, там, младенчиков. Сколько населения было Польши на тот момент, на начало 70-х годов? Ну, я думаю, что 36 миллионов, думаю. То есть из 36 миллионов поляков, включая детей и всех, так сказать, общих... Нет, 10 миллионов, это без детей. Так что если вы тоже, как Саша сказал, если детей и членов семьи возьмете, это не только большинство, это целая Польша. Миллион членов компартии принадлежало к солидарности, которая была против коммунистическим властьям. Миллион членов партии. Причем уже сразу. В какой? Профсоюз в 80-м году образовался, да? Нет, это 80-х, это начинается от забастовки в Гданске и в других городах в августе 80-го года. Августе 80-го года, да. Как раз, когда шумела Московская Олимпиада. Да. И в какой момент уже 10 миллионов было? Это очень быстро, это было массовое движение. Это символически, конечно, принадлежать. Что это означает принадлежать? Для большинства это была декларация, народная декларация. Более чем профсоюз, это было народное движение. И демократическое движение. Но там элементы были культурные, религиозные, очень важные элементы. Социальные, конечно. Конечно, профсоюз, это был тоже профсоюз. Но для большинства людей, я думаю, что это была проблема народной гордости. Проблема, мы хочем быть поляками в Польше. Оно было националистическое движение? Оно было пропольжское? Это не было националистическое. В конце начинаются, появляются элементы националистические. И это расклад, радикализация и фрустрация уже. Потому что видно, что с коммунистическим властем, что это не будет возможно найти модус вивенди какой-то. Модус вивенди, не знаю, можно ли сказать. Ну да, можно по-русски. Да. На всех языках. Способ выживания. Да, да. Тогда начинаются тоже видны националистические элементы. Но не они были самые важные. Это было очень открытое движение. Как я говорил, там члены партии занимали очень высокие посты даже. Это не было проблемой. А что главное было в этом движении? Антикоммунизм? Попытка сменить уже устаревшую систему? Какой главный лозунг объединял людей? Не было антикоммунистического. Это было интересно. И даже теперь трудно сказать, что было тактикой и что было верой людей. Антикоммунистических лозунгов было очень-очень мало. Потому что реалистически люди знали, что если мы хотим найти какой-то договор с властями, это обозначало тоже с Кремлем. Мы должны требовать очень ограниченных вещей. Профсоюз, например. Чтобы люди не сажали в тюрьму. Чтобы была независимая пресса. Немножко. Еженедельник такой повстал. Солидарность назывался. Будущий преминистр Тадеуш Мазовецкий был шефом, редактором, начальником редактором. Так что очень мало людей. И повторяли, что мы хотим найти договор. Так что антикоммунистические лозунги были очень редко. Договор с властью. О обограниченной сфере свободы. О создании гражданских прав. Никто не ставил целью скидывать коммунистический режим, менять идеологию. Выходить из Варшавского договора. В самом конце появляется несколько людей, которые начинают употреблять такие лозунги. Но это было очень мало. Конечно, все бы хотели. Но никто об этом не говорил. Потому что люди боялись. После интервенции в 1956 году на Венгрии, в 1968 году в Чехословакии люди понимали, где мы находимся в Европе. Так что это был изумительный реализм всех людей. Люди хотели договориться. Вот это 21 требование солидарности, которое было выдвинуто, гданецкие требования. Они же все действительно такие, в общем, в рамках существующего права, в рамках существующего вообще... Режима коммунистического. Да, да, да. И там понятно, что за ними... Ну, непонятно. Это мы как бы понимаем, что за ними стояло. И что была еще отдельная солидарность борющаяся. Пан лучше расскажет про это. Подпольная, да, солидарность? Ну да, ну как бы такая активная часть. То есть, да, но при этом вот эти 21 требования, это были действительно требования взаимодействия с властью. И действительно не безо всякой конфронтации. Ну да, то есть и движение при этом, что очень важно, было конституционно. Формально, конечно, но... Власти объявили, да. Но когда говорится, мы ходим независимым предсоюзом, возможно ли это в коммунистическом режиме? Так что формально, конечно, это было легалистическое движение. Но с самого начала проблема для двух сторон была. Возможно ли построить такой строй, хибридный строй, в котором элементы институционального плюрализма будут возможны в коммунистическом режиме? Вот это был вопрос, на который никто не умел ответить. А социально кто, вы скажете, там преобладал? Все-таки это горожане, это образованный класс. Насколько крестьяне были представлены, например? Кроме 10 миллионов рабочей солидарности, была тоже крестьянская солидарность 2 миллиона человека. Это было могучее движение тоже. И в этом рабочем, конечно, с самого начала демократическая оппозиция, это было интеллигентское движение. Но в нем нашлись уже люди, которые строили группы независимых профсоюзов. Валенсан, например. Подождите, разве это не в Гданской верстве началось? Разве это не как рабочее движение началось? Вы знаете, это как всегда началось. Мы всегда можем сказать, что элементы сегодняшние, они где-то можно и найти в прошлом. Конечно, солидарность как движение началась, можно сказать, 14 августа 80-го года. Но, конечно, перед этим была целая история Польши, и были тоже оппозиционные движения, в котором участвовали некоторые рабочие, самые славные, как Валенсан, например. Но во время солидарности власть принадлежит, в этом движении принадлежит к рабочим. Это ясно. Самые главные фигуры, как Валенсан, как Буяк, Фросынюк, это рабочие. Вокруг крупных индустриальных объектов, так скажем, да, это Гданьские верфи. Да-да, или Урсус, как Буяк. Да-да, это... Катавица тоже там было сильное движение, да? Да, тоже было сильное. Самое сильное было в портовых городах. Это Гданьск, Гдиня, Шчетинь, но тоже Катавица, тоже Врослав, Варшава. То есть это уникальный совершенно способ такой демократической мобилизации рабочего класса. Это была мобилизация целого общества. Но в который ядро все-таки играл рабочий класс. Конечно, конечно. Возможности организационные, возможности. Это парадокс. Это великий польский философ, который сказал иронически, это было рабочее движение с крестом против рабочей власти. Делегитимизация власти, которая говорила о себе и думала о себе как рабочая власть. Да, вот и вот что удивительно. И рабочее движение было против этой власти. Не было другого рабочего движения. С крестом, с крестом. Насколько велика роль костела была? И избрание Иоанна Павла II папой, вернее, кардинала Вайтилы, папой Иоанном Павловым II в 78-м году? Это было... Это всегда с такими факторами, это трудно сказать, как великое значение. Но оно имело очень большое значение. Он приехал в Польшу в 69-м году. И слова его «не боитесь». В 79-м. В 79-м, да-да-да. В 79-м, в 79-м. Да-да, в 79-м. Да-да, в 79-м. И Иоанн говорил «не боитесь». И потом Польша собиралась везде сотки тысяч, миллионы людей. И они увидели, что они вместе, что они думают, похожие вещи. Что они вместе. Это психологически это была революция. Это же евангельские слова Христа. Это Христос сказал ученикам «не бойтесь». Конечно, 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 это Вайтила, он, конечно, употреблял слова Христа. Но они могучее впечатление имели. Он сам. Потом Костёл, позже, во время движения, это я не сказал уж так, так большой. Костёл боялся. Костёл боялся конфронтации. И с самого начала движения, в августе 80-х годов, очень великий человек польского Костёла в это время, Вишинский, это был примат Вишинский, он говорил к рабочим, что перестали. Боялся. Традиционно тоже, положим, нет унии, да, у нас разделение государства. Есть разделение, но в традиции католического Костёла очень часто конфликты, очень часто конфликты и независимость. Часто это короли, которые боролись за независимость против Костёла, и часто это Костёла, который боролись за независимость. Традиция была другая. И польского Костёла, традиция, это было с времени, 18-19 века, когда власти, Россия или прусский, немецкий, репрезентировали религиозно, не католицизм, но ортодоксию, православную или евангелический Костёл. Так что в Польше католический Костёл, это был народный Костёл, это херезия немножко, но для поляков это был символ, это была организация тоже народа. Так что очень близкие отношения. Можно сказать, что сегодня они гораздо более сложны в демократической обстановке. Но во время коммунизма это играло могучую роль. Ну да. И насколько велик был, вот Иоанн Павел II сказал, не бойтесь, а насколько велик вообще был страх у людей? Даже вот в первые моменты, 80-е, 81-е годы, ведь затем же вводится военное положение, Ярузельское, в 81-м году. Насколько был сильный страх у людей? Когда танки на улицах. Я думаю, что страх не был сильный для людей, это был шок и недоверие. Люди были, люди думали, и это был лозунг, солидарность в это время. Зима важна, весна наша. Они верили, что это может только несколько месяцев, что это такое абсурдное. Это в декабре 81-го, да, когда военное положение объявил? Это 13 декабря 81-го года, и большинство людей было уверено. Потом пессимизм и апатия пришла потом. Конечно, это движение, оно оставалось очень могучее, но уже не миллионы, но десятки тысяч людей в подполье. В подполье миллионы не могут существовать. Но в большинстве общества это апатия и недоверие, что может измениться. А какие основные формы борьбы были, солидарности? Солидарность во время 80-81-го года, это забастовка, это наглосяции, это демонстрации, это листовки, газеты легальные и нелегальные. Эти информации передаваны немножко официальными уже медиами, но большинство все-таки через свободную Европу. И другие западные станции, это Голос Америки, Би-Би-Си, французское радио, германское радио. Люди узнавали, что происходило в других местах, что они не изолированы, что это могучее народное движение. Так что было, можно сказать, что все формы, которые можно найти, но только одной формы не было. Не было силы, употребления силы, не были комитеты, партийные комитеты не были разрушены. Как это случалось в польских рабочих движениях после войны в 56-м году, в 70-м, в 76-м полили партийный комитет. Ни один комитет не был. А люди выходили на демонстрации? Насколько легко было собрать людей на демонстрации? Потому что я вспоминаю кадры, которые связаны с солидарностью, это вот собираются люди, и вот машины с водометами разгоняют людей на улицах. Насколько это частая была сцена? Это вы уже, конечно, говорите, это после установления военного положения. Да, военного положения. С самого начала, первые два года, 81-й, 82-й, 83-й год, это было очень часто в разных... Позже... То есть люди все равно собирались, невзирая на запрет? Да, да, конечно, конечно. Собирались листовки, очень много листовок, очень много прессы. Подпольной прессе были. Вы знаете, это изумительно, это трудно даже понять, но самая популярная газета, подпольная, это называлось «Тегодник Мазовша», это еженедельник из Мазовша. Мазовша – это часть Польши вокруг Варшавы. А издавали его от времени до времени 60 тысяч копий, экземпляров, подполье. Так что это было массовое феномен. Конечно, потом читали «В свободной Европе» и в других стадиях. Везде, в каждом районе были власти солидарности. И потом были движения, были тоже организованы культурные деятельности. Часто в костелах, очень часто в костелах, там костел очень помогал. Костел был, вы знаете, вчера или после вчера умер бывший примат Польши, Глемб. Он 13 декабря, он узнал военный стан и он говорил рабочим. Он был против солидарности. Он думал, что солидарности уже в будущем не будет. Но большая часть костелов была против него. Работал вместе солидарность. То есть шло одновременное какое-то давление по всем фронтам. Это и листовки, это и митинги, это собрания в церквях. То есть, как бы власти передышку не давали. Не давали, но потом реальность. Самое важное, что власть не умела ничего сделать с экономикой. И потом они начали позже разговаривать с оппозицией, потому что они понимали, что если они не найдут какое-то содействие оппозиции... Противодействие. Нет, что вместе, если оппозиция не будет помогать в таком виде реформе, что вторая солидарность может, и гораздо более употребляя насилие уже. Потому что экономическая обстановка в 80-е годы, это был ужас. И они боялись. Это был самый важный фактор изменения. И еще один последний, это изменения. Тогда в Советском Союзе, когда Горбачев пришел ко власти, и Русский понял, что он может делать больше, что он может начать разговаривать с оппозицией. Начать диалог с оппозицией. Да. Ну, вот об этом, о том, как Горбачев повлиял, как Запад повлиял на польское движение солидарности. И главное, какие из всего этого мы можем извлечь уроки для нынешней России, поговорим после перерыва. И напомню, что у нас в гостях сегодня польский политолог и публицист, президент фонда Стефана Батория Александр Смолер и куратор культурных программ «Общество Мемориал» Александра Поливанова. Добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня о солидарности. Но пока не о той солидарности, которая является оппозиционным движением сегодняшней России, а о польской солидарности. О польской солидарности, которая образована в августе 1980 года, профсоюз моментально с себя включил едва ли не, я не знаю, каждого второго из работающих поляков, 10 миллионов человек из населения в 36 миллионов человек. Профсоюз, перевернувший Польшу, и в результате саму социалистическую систему. Закончившееся дело его закончилось полной убедительной победой. И после «Круглого стола» и в 89-й год в Польше уже пришло к власти некоммунистическое, затем и антикоммунистическое правительство. И наш сегодняшний гость, президент фонда Стефана Батори Александр Смолер, в течение 20 лет был в польской оппозиции, жил в Париже, близко отслеживал все события, происходящие в Польше. И затем уже после антикоммунистической революции входил в различные правительства, был советником премьер-министра президента. И сегодня он при посредничестве общественного мемориала рассказывает о том, как, собственно, это происходило в Польше, и какие здесь могут быть уроки для России. Так что он у нас сегодня в гостях, и представитель общественного мемориала, куратор культурных программ Александра Поливанова. Александр, вот я здесь вас хочу спросить. Из того, что сейчас нам в первой части пан Смолер рассказал, какие вещи могут быть использованы, какие вещи могут быть релевантны для сегодняшней России? Ну, вы знаете, на самом деле, когда вот мы этот цикл как-то задумывали и проводим, хотя мы приглашаем всегда каких-то гражданских нынешних активистов, там оппозиционеров, неоппозиционеров, разных людей, но мы, в общем, не имеем в виду буквально, что вот приходите к нам учиться, и вот сейчас вот к нам приедет кто-то и расскажет... Как делать революция. Да, 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 и что кто-то вот здесь вот знает как. И это не... Мы это не имели в виду ни в случае с польской солидарностью, ни с американским, ни с чешским опытом. Скорее нам кажется, что это... То есть целью моих вот... Что ли, целью наших семинаров, когда вот мы их задумывали, было скорее, ну, что ли, повышение какой-то культуры оппозиционеров, вообще просто гражданской культуры. Нам кажется, что знать опыт солидарности, знать опыт, там, других гражданских движений важно. Не только если ты, там, гражданский активист, да, и ты хочешь научиться, ага, значит, здесь я должен делать так, а здесь так, и как мне рекрутировать новых адептов, а как надо прочитать листовку 80-го года, там, и рассказать ее здесь, в 2013-м. Мы так не имели в виду. Нам кажется, что это просто такой вот... Нужно знать традиции, нужно знать культуру, ну, культуру протеста, что ли, культуру... Ну, это да, это часть огромного, собственно, движения, которое всколыхнуло европейский континент в конце 20-го века, и, собственно, частью чего являемся мы сами. Вот, в большой степени, как и Пражская весна 68-го года, так и солидарность, она предвосхитила то, что стало происходить в Советском Союзе, и уже это вылилось в эту неостановимую волну. Пан Смоллер, вот мы говорили о Горбачеве. Какое значение имел приход Горбачева в 85-м году на вообще перспективы солидарности? Это как поляки это восприняли поначалу? С самого начала, я думаю, что немного увидело, что это что-то новое. Но были люди, которые слышали другой язык очень быстро. И важный момент с точки зрения развития в Польше, это был приезд Горбачева, кажется, в 86-м году в Польшу. И это было... Все поняли, что он сказал Ярузельскому, что вы можете экспериментировать. Он встретился с польской интеллигенцией, и там были вопросы изумительные. Это в телевидении можно было увидеть. Катыни, например. И он откровенно разговаривал. Это было изумительным. Даже польские водители, они не разговаривали еще. Коммунистические лидеры, они не разговаривали еще с польской интеллигенцией. Так что от этого момента это было видно, что Ярузельский, он хотел что-то изменить, но он был давлен из Москвы все время. И в этом моменте, больше еще от 87-го года, он начинает говорить про круглый стол и разговор с оппозицией. Так что фактор Горбачев очень важен. Конечно, до последнего момента, еще в 89-м году, люди боялись, они не знали, что хотят в Москве. И даже после выборов, когда Чауческу, например, звонил Горбачеву, чтобы интервинировать, или Ульбрихт, в Польше боялись. Много людей боялось. Но это был такой... Это Хохонекер, наверное. Да, конечно, это был Хохонекер, конечно, вы правы. Так что все время был такой элемент... Неясности, да? Как поведет Советский Союз себя. Да, как поведет. Но это было уже по то, что называли доктриной Герасимова, или сенатора Герасимова сказал тогда, он говорил в имени Меда, «Каждый поет на свою музыку», что люди поняли, что это означает, что Советский Союз не будет милитарно интервинировать. Но никто не знал, будет ли это так, или наоборот, армия войдет еще раз. Так что очень много сигналов. Но все-таки этот фактор играл могучую роль. Во-первых, в инициативах власти, это в эволюции власти, которая начала разговаривать с оппозицией. С оппозицией, с интеллигенцией. Да, и тоже имела влияние на оппозицию. Лидеры понимали, что изменения в Советском Союзе делают возможным какой-то договор с властью. Насколько велика была роль Запада в этом во всем? Скажем, известны все эти встречи Анна Павла II с Рональдом Рейганом и так далее. Знаете, это даже, может быть, вообще так поставлю вопрос более широко и более провокационно. У нас в России, не знаю, как у вас в Польше, очень популярна теория заговора. Что все происходит, ничего само собой не происходит. Все кем-то придумано. И вот, в частности, скажем, естественно, у нас очень популярно, что все, скажем, польское движение солидарности было придумано на Западе, ЦРУ внедрено в сознание поляков и вот таким образом развалили великую социалистическую систему, великий Советский Союз. Вот что вы на это можете сказать? Ну, я могу сказать, что это неправда, но я постараюсь доказать это, сказать. Вы знаете, когда, конечно, на Западе везде была большая симпатия для движения в 80-81 году, когда это движение было сорганизовано, но очень мало людей верило, что возможность этого движения... Большинство людей... Я тогда был в Париже, был научным работником там. Большинство людей не верило, что это возможно. И не только, то власти. Власти, они говорили симпатические вещи, но и в то же самое не верили. И когда Ярузельский 13 декабря 1981 года, он сломал солидарность, Шмидт, премьер-министр Федеральной Републики Германии, он был тогда в ТДРе, в Восточной Германии. Он не уехал. И вместе с Хонекерем он подписал договор, что мы очень довольны, что поляки нашли сами развязание собственных проблем. Реган и американцы, они знали о приготовлении это разбитие солидарности. Они знали, потому что очень важный шпион, он был очень близко Ярузельского. Они не передали этого солидарности. И там были, мы спрашивали даже американцев, очень высоко полцами, почему? Одна версия была такая, что это был такой, скажем, бардак. Это Реган приходил к власти, и Картер уходил, и где-то они погубили, и это не дошло до Регана. Другая, более махиавельная, скажем, или циническая интерпретация, что они хотели, чтобы советские тоже имели свой Вьетнам. Что Польша была таким с Вьетнамом для Советского Союза. И потому они открыли... Еще более вежливая интерпретация, что они не верили, чтобы возможно было такое присутствие солидарности, и что они думали, что опор какой-то будет обозначать кровь. Что они хотели, чтобы уже польские войска и, может быть, советскими войсками, чтобы они разбили это движение, но без крови или с минимальной кровью. Так что это показывает, что в самых важных моментах то не имело время. Это то же самое время, надо сказать, что, конечно, помогали подполью, например, солидарность. Материально даже помогали, помогали американцы, помогали, но тоже рабочие профсоюзы во Франции. Я сам помогал в перевожении в Польше техники и зенеки, и из Германии, и из других странах. Это, конечно, это было. Но самые важные вещи, они происходили в Польше, и они зависели только от поляков, от таких людей, как Валенса, от его советников, таких как Мазовецкий, как Герамек и другие. То есть это внутреннее гражданское движение, зародившееся именно в толще самой народа. Конечно, конечно, западный фактор играл роль, но он играл роль самую важную в другом месте. Польша экономически зависела очень от Запада, и Советский Союз не мог уже помочь Польше. Экономически это ужасная была обстановка. И польский долг, это было в это время, это было 40 миллиардов долларов. Так что и в 70-х годах, и даже позже с Ярузельским власти не хотели проводить такой политики, как Лукашенко сегодня. Они искали договора. И потому тоже репрессии были очень ограничены, даже во время Ярузельского. Ну вот это интересно, то, что вы говорите, вот, Саш, я, например, этого даже не знал, насколько на первые месяцы, и в первые, может быть, даже годы существования солидарности, Запад, так скажем, сливал вот это вот движение. В какой-то степени я вижу параллели с нынешней ситуацией, скажем, с Россией, если сравнить, если так подумать, насколько Запад может быть заинтересован в российском протестном движении. Собственно, всех интересует стабильность, стабильность энергопоставок, и в России есть избранная, как казалось бы, власть. Так что в этом смысле я вижу какие-то параллели той ситуации и нынешней. Ну, я, если честно, вообще не склонна видеть как-то, что историей рулят какие-то там советские, американские спецслужбы, да, и что все это как-то, что все остальные это просто марионетки, которые дергают за нитки, либо из ЦРУ, либо из ФСБ. И, кстати, вот вчера на семинаре нам наоборот говорили, что вот если бы не Горбачев и не советские спецслужбы, которые приняли такие решения, то вообще бы весь Восточный блок так бы и оставался вообще до сих пор, да, что-то такое. Ну, я как-то верю в то, что в истории есть какие-то разные акторы, и что все эти события могут, что каждый человек, в общем, может влиять разные силы. Я только хотела немножко вот, почему вот об этом не заходила речь, от, ну, как бы о формах, вот мы говорили о формах борьбы солидарности, но ведь противодействие солидарности было очень сильным, и Польша ведь была одной из самых закрытых стран, вот после солидарности Польша стала вот в этом Восточном блоке очень закрытой страной, и, ну, понятно, там политзаключенные, и там были фонды поддержки политзаключенных, но, в общем, солидарность встречала сильное противодействие, идеологическое, пропагандистское и вполне себе физическое. И еще тоже я хотела, если можно добавить, что вот для меня самой как-то, ну, перестройка, вот я вот если вижу какое-нибудь событие произошло там в 86-87 году, то я уже себе так представляю себе, ну, это уже свобода, уже перестройка, уже, в общем, все было понятно. И мне кажется, что вот там после освобождения Сахарова, например, уже, в общем, в России все было понятно, к чему, что и как идет. Там могли быть какие-то там разные вилки, но в целом это уже было время свободы. И удивительно, что когда я там с моими польскими друзьями, знакомыми разговариваю, то для них вот этот вот, это не 86-87 год, а какой-то 88-89. То есть 86-87 год это еще глубокий застой, еще совершенно ничего не, как бы, непонятно, и никакая свобода еще не пришла. из несвободных медиа, ну, таких, которые уже появились в Москве. И в этом смысле вот действительно удивительно, что в Москве в каком-то смысле перестройка началась самая первая, да? Конечно, да. Ну, да. Но я почему-то так когда-то думала, что эта волна, она просто тут же просто вот вскрыла все остальное, и что все, этот лед раскололся мгновенно. Нет, нет, я тоже со своей стороны могу сказать, я жил, учился в Праге в 87-88 году, последний год своей учебы в университете, и оттуда Советский Союз виделся каким-то просто маяком свободы, оплотом свободы. Что говорил Горбачев? Там была в Праге абсолютно, ну, вот Кундеры немножко вот описаны, эта ситуация, абсолютно затхлое болото, абсолютно зашуганный университет, все всего боялись, все друг на друга стучали. Студенты, я вообще из Советского Союза приехал в 87-м году как какой-то, я не знаю, там, американский студент, я говорю, а у нас то говорят, у нас все говорят, у нас-то тут дискуссии какие-то есть. На меня чехи смотрели квадратными глазами. Вот моя мама тоже в 89-м году ехала в Германию и через Прагу, и она останавливалась там у каких-то друзей моего дедушки, неважно, и они ее просили, вы можете нам привезти из Москвы газет, газет, пожалуйста, привезите нам в 89-м году. В Польше было лучше, чем в Чехии. В Чехии, в Словакии это было самое хуже. Там был, да, режим Гусок, затем Якиш был, там очень жестко до самого конца, вот пока уже Гавил не начал. А ГТР было, наверное, еще хуже. ГТР, наверное, самое тяжелое. Самое тяжелое, но в это время они имели очень много информации, они на германском языке, они все могли слышать и даже телевидение увидеть из Западной Германии, так что это была страна гораздо хуже, но в это самое время они все знали. Давайте сейчас поговорим в оставшиеся нам 10-12 минут вообще об отношениях России и Польши, об отношении к России в Польше. Вот, пан Смоллер, вы так хорошо говорите по-русски. Это еще из тех времен идет, с детства был какой-то у вас, я так понял, мы с вами коротко перед эфиром поговорили на машине, вот культ русского языка, русской культуры в семье. Да, ну я, скажем, родился в Советском Союзе, Советский Союз пришел там, где я родился, я родился в Советском Союзе, так что ребенком я говорил, это был мой первый язык. Где-то вот западная Украина, западная Белоруссия где-то во Львове? Да, 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 это было недалеко. Ну, или в восточной Польше. Да, восточная Польша. То, что стало западной Украиной. И потом, потом я имел 6 лет, мы поехали обратно в Польшу, но мои родители, они очень любили российскую культуру, язык, и они всегда старались, чтобы я не забыл, и чтобы я читал важные книги классической русской литературы 19-вечной, и потом читал тоже поэтов, в 20-м веке от Мадельштама до Бродского, скажем, на русском языке всегда читал. Так что старался не забыть. Насколько это осталось сейчас и в среде интеллигенции, и в более широких слоях населения, вот это вот уважение к русскому, к русской культуре? Скажем, то традиционные поляки были для политических поводов, они были против России, и были очень часто антирюзские. Но, скажем, с Корбачёвым это изменяется, и когда вы следите независимые, потому что тогда были уже независимые социологические исследования, видно, как гораздо лучшее соотношение к россиянам. И сегодня все были обязаны изучать российский язык, тогда. И после 1989 года очень снижилось, и теперь обратно много людей учатся, изучают русский язык. И некоторые вещи из российской культуры очень популярны. Я сказал Бродский, например, Бродский очень популярный, и великая литература, и тоже кино, конечно, хорошие вещи, которые переходят. Россия, вы знаете, для меня это всегда загадка, почему в Польше вы найдете гораздо больше людей, для которых это пассия есть. Россия, российский язык, но тоже другие страны в Восточной Европе, Украина, например, и гораздо меньше вы найдете людей, специалистов из Западной Европы. Для меня здесь какая-то тайна найдется, но это историческая пассия, и интерес очень глубок, я думаю. Хорошо, а с другой стороны, насколько сильна сейчас русофобия в Польше, потому что то, что, скажем, наши средства массовой информации, ну вот в связи с последним прошлогодним чемпионатом мира по футболу, столкновение между болельщиками русскими и польскими, все-таки мы сидим на нескольких столетиях очень малоприятной совместной истории. Вот насколько сильна русофобия в нынешней Польше? Она, это тяжело, она, наверное, очень присутствует, если, например, теперь проблема, вы знаете, наверное, этой катастрофы в Смоленске, где погиб польский президент, это... Кстати, да, я думаю, это очень важно сказать, мне кажется, у нас даже не понимают, насколько это тяжелым было ударом для поляков, а у нас это как-то не воспринимается в России адекватно. Это ужасный был удар, потому что для символической точки зрения, конечно, это президенты 95 других людей, самого, скажем, большинство это правые элиты, но тоже немножко людей из левых символов. И, во-вторых, они ехали в Катынь. Так что в польской памяти наложилось одно на другое. Катастрофа с... Катастрофа с 2010 года на Катынь. И вы говорили, что здесь много людей, которые думают, что, наверное, эта солидарность, она была, как это называется на русском языке, теории, такие... Заговоры. Заговоры. В Польше тоже. В Польше. Это невозможно такая катастрофа. Это, наверное, заговор. Заговор русских с польскими властями. С туском, а не с властями. И вы найдете много людей. Я не говорю, что это большинство. Конечно, это меньшинство. Но, например, 30% думает, что, может быть, это не была обыкновенная катастрофа, что там какие-то факторы были... А поляки удовлетворены в целом расследованием, которое произошло по этому поводу? Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...